Вы слушаете Радио России Ульяновск. На тему дня. С вами Наталья Юкозина. Добрый вечер. Пятница. Вечер. В течение 20 минут вместе с политическим консультантом Эрнестом Старателевым подведем итоги недели. Мы говорим о политике и не только. Нам важно понять, как в разных ситуациях ведут себя публичные персоны нашего региона, депутаты и лидеры фракций разных политических партий. Ведь со стороны политиков хочется искреннего участия в жизни ульяновцев. Так ли это? Иногда кажется, что ради красного словца депутаты забывают о реальной работе, о настоящей помощи, которых от них ждут избиратели. С другой стороны, на то они и политики, чтобы глаголом сжечь сердца людей. Вот во всем и разберемся с Эрнестом Старателевым. 20 минут пролетят незаметно. Ведь с нами всегда интересно. В середине января в России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за оскорбление и хамство. Введена ответственность и для чиновников. Законом устанавливается административная ответственность за оскорбление, совершенное лицом на государственной или муниципальной должности. Штраф составит до 150 тысяч рублей. Одновременно устанавливается административная ответственность за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Штраф для юридических лиц составит от полумиллиона до трех миллионов рублей. И вот что по этому поводу с трибуны Государственной Думы заявил ульяновский депутат от КПРФ. Цитирую. На самом деле законопроект увеличивает ответственность за критику чиновников и власти. В два раза возрастают штрафы для граждан, изменяются и становятся очень размытыми формулировки, за которые можно будет привлекать за оскорбление. Конец цитаты. Эрнест Юрьевич, действительно, а не закручивание ли это гаек? Как же тогда оппозиции будет критиковать действующую власть, тем более если это будет справедливая критика? Есть такое понятие допустимого уровня радикализма в обществе. Есть люди, которые вот эту рамку радикализма все время как бы делают этот радикализм доступнее. И, скажем так, повышают градус самого радикализма, понижая рамку. То есть, вроде бы как можно ее перескакивать легко. Этот градус радикализма повышается, оскорбительное поведение в адрес кого угодно становится просто нормой поведения. Хотя, на самом деле, это вещь необязательная. Вот не обязательно, например, врываться в мэрию, как было в Ульяновске, и ронять на лестнице чиновника, который головой ударился об ступеньки, в том числе депутата Государственной Думы, тем более врачу Алексею Куриному, который бегал по этой лестнице вместе с толпой народу, которые врывались в эту самую администрацию. Не обязательно подходить к милиционерам, которые дежурят во время очередной массовой акции, в том числе, кстати, не обязательно протестной, любой массовой акции, и оскорблять этих самых сотрудников полиции разными абсолютно нецензурными высказываниями в их адрес. Это мы все слышали и видели. Это происходило буквально во время прошедших выборов на улицах Ульяновска. В частности, ситуация с акциями, протестами, митингами рядом с площадью 30-летия Победы. То есть, если ты постоянно, как политический активист, как политический актор, повышаешь градус хамства и радикализма, неизбежно в ответ получишь определенные санкции со стороны государства. Это любимые разговоры нашей интеллигенции о том, что если, например, в Америке ты вот так вот ответишь полицейскому, то тебя пристрелят. Действительно, да, там достаточно резко отреагировать могут на любое высказывание в адрес сотрудников полиции и так далее. То ли эпоха интернета, то ли очень невысокий уровень личной культуры, то ли ощущение, что если у тебя есть депутатский мандат или звание политического активиста, вот эта вот самая вседозвольность, которая рождается внутри человека, когда он становится либо каким-то популярным политическим деятелем, либо депутатом государственной думы или законодательного собрания, почему-то вот это все позволяет людям вести себя как попало. Поэтому ответственность за то, что закручивают гайки, за то, что ужесточаются определенным образом законодательства, лежит полностью на тех людях, которые этот уровень радикализма поднимают, этот градус радикализма увеличивают. Вот на Алексея Владимировича Курин точно совершенно ответственность за все это лежит. Не надо этого делать. Надо вести себя пристойно. Пристойно. Вот за непристойность, собственно говоря, они будут получать. Это моя абсолютно личная точка зрения. Я не понимаю, зачем себя надо так вести. Все можно высказать в корректной форме. Обо всем можно говорить достаточно взвешенно. Но люди, которые ничего не могут предложить конструктивному обществу, а привыкли орать на митингах, ну и мы орать. Вот орать на митингах ведь можно только оскорбительной фразой. Это то самое, что на этих семьях митингах работает по-настоящему. Вот, собственно, и все. Поэтому не надо с больной головы-то на здоровье валить. Если вы вспомните XIX век, когда русское самодержавие и государство русское оказалось под ударом просто террористов, которые бросали бомбы в чиновников, а к 1905 году это просто уже стало террористической войной по отношению к чиновникам. Ведь на самом деле там эти суда освобождали, тоже Верхзасулич, которая там убила человека, чиновника, городоначальника и так далее. То есть, вроде бы очень мягко относились к тому, что происходило вокруг. Зачем? Были бы санкции, наверное, не погибла бы куча народа. Ну, это крайняя история про, конечно, терроризм. Но вербальный терроризм тоже существует. Более того, ну, посмотрите, зайдешь в интернет, люди оскорбляют себя как угодно друг друга. Ну, понятно, у нас ведь, понимаете, и куриным гриппом, и коронавирусом может только Алексей Владимирович куриный болеть. Все остальные же люди ничем не болеют. Вообще живых людей вокруг нет. Мне-то недавно передали, что он на меня очень обижается за критику. Прям очень обижается. Но при этом же ведь, обратите внимание, он же сам критикует всех. Так неприлично жестко и неприлично оскорбительно, что вообще же как бы убежаться бы грех был. Правда, совсем грех уже. Ему и Арата Минироссиховичу бы отдену. Поэтому вот приняли им на голову закон. Вот пусть они попытаются теперь в рамках закона действовать. Попытаются действовать в рамках определенной культурной нормы, а не площадной морали. Вот вопросы наших радиослушателей. Уважаемый Эрнест Юрьевич, вы рассказывали о скандальной ситуации в Димитровграде. Лидер местной фракции КПРФ поссорился с многодетными семьями. А что именно там произошло? Чего они не поделили? В чем разногласие? Это странно, потому что уж кто-кто, а коммунисты в первую очередь должны наоборот поддерживать многодетные семьи. Ведь социальная справедливость начертана на флаге КПРФ крупными буквами. Там история какая была? Многодетным выделяются участки построительства жилья, земельные участки. Они очень долго на протяжении нескольких лет добивались этого. И вот предыдущая мэрия, которая, кстати, была насквозь Единороссовская, естественно, от главы региона, от правительства и, в принципе, нашли общий язык. И с главой региона, и с правительством региона. И был выделен участок земли по строительству жилья для многодетных семей. А мэрия всячески блокирует возможность строительства на этом участке жилья для многодетных семей, насколько я понимаю. Об этом, наверное, интереснее расскажет лидер движения многодетных креатив из Демитровграда Якушеву Алексей. Но так или иначе они заблокировали выдачу разрешения, наверное, на строительство, если я не ошибаюсь, на этом участке для многодетных семей. И в этом принимали активное участие в этом деле депутаты от КПРФ, которые, собственно говоря, контролируют городскую дому. В том числе активно противодействует многодетно в этом деле председатель городской думы Демитровграда Ярышев. Причём в этом же деле публичное абсолютно участие. Ровно такое же участие принимает Алексей Владимирович Курин, который тоже вместе, значит, с господином Ярышевым, господином Гипадиновым, вице-спикером законодательного собрания Ульяновской области, убеждает, что вообще эти все решения и вот эту всю землю выделили бы многодетным неправильно, какого-то перепугу им выделили землю, а земля там просто очень привлекательная, она находится в городской черте. Давайте, говорят они. Прямо вот это заседание, оно в интернете гуляет запись. Давайте, говорят. Надо выделить было где-нибудь на землях сельхозназначение, чтобы многодетные строились. Ну, подальше от города, по всей видимости, куда надо будет тащить коммуникации, куда надо будет тащить электричество, подключать всё это дело. Естественно, в результате затраты на строительство для многодетных семей там возрастут значительно, ну и так далее. Вот это суть конфликта. Суть конфликта абсолютно дикая с точки зрения классического понимания идеологии коммунистов. То есть, вроде бы коммунисты люди как раз всегда заботящиеся о социальных проектах, о социальном благополучии, о социальной справедливости и вообще очень ориентированы в том числе на то, чтобы помогать многодетным семьям. Вот то, что произошло в Димитровграде, произошло ровно так. И ровно поэтому многодетные, как бы они воспринимают там у них движение крепкое, очень серьёзное общественное движение, кстати, абсолютно самостоятельное, потому что они очень критиковали и губернатора, и предыдущего мэра, и занимали всё время такую достаточно вот такую жёсткую позицию в отношениях с чиновниками. Вот это общественное движение достаточно самостоятельное, оно в Димитровграде сформировалось усилиями нескольких людей. Оно благополучно дало им буй во время довыборов в городскую думу Димитровграда, и в результате ни один представитель КПРФ под довыбором не прошёл в городскую думу Димитровграда, они там всё проиграли. Проиграли они на самом деле людям живым, местным организациям многодетных семей, по большому счёту дала бой парламентская партия и выиграла. Все мандаты, которые были тогда на этих довыборах, скажем так, разыграны, все мандаты коммунисты и потеряли. Вот и вся история. То есть, я думаю, это, конечно, моя гипотеза, что когда эти парни пришли к власти в Димитровграде, они, конечно, на город смотрят по-хозяйски и по-бизнесменски. Выделение привлекательных участков земли абсолютно бесплатно, просто многодетным, для них это, конечно, дикость, потому что на этом самом участке земли вместо малоэтажного строительства для многодетных, которые, скорее всего, построят себе какие-то индивидуальные дома, там, конечно, можно построить какие-то высотки и благополучно продать их на рынке за деньги, за серьёзные. На этом заработать. В Димитровграду, кстати, самое интересное, что в результате вот этого противостояния областная администрация выделяет максимально каждый год всё больше и больше денег на развитие города Димитровграда. Они просто не осваиваются этими ребятами, которые там пришли к власти. Они осваиваться не могут, потому что ребята неграмотные. Но я думаю, что Димитровград вот ждёт, не дождётся, когда Алексей Владимирович Куриный просто благополучно у них из округа уйдёт, уже будет какой-нибудь там другой депутат Госдумы, то есть, перезаберут там или выберут другого человека депутатом Госдумы, а его куда-нибудь в другой округ отправит, наконец-то, коммунистическая партия Российской Федерации, обычно куриный же он в одном округе, не выбирается всё время, бегает там по кругам каждый раз, в новом округе выбирается. Вот они всем, я чувствую, Димитровградом ждут, когда он наконец-то переберётся в какой-нибудь другой округ, чтобы там появился какой-то вменяемый депутат Госдумы, всё равно какой партии. Продолжаем передачу. Вечер, пятница, 20 минут вместе с политическим консультантом Эрнестом Старателевым. Мы говорим о политике и не только. Нам интересно всмотреться в поведении публичных людей – это наши политические лидеры, которые объединяют и ведут за собой большие массы людей. Немецкий философ XIX века Фридрих Ницше сказал, что быть великим – значит давать направление. Конец цитата. Так куда же ведут нас политические лидеры? Какое направление нам указывают, как самое достойное? На эту тему, Эрнест Юрьевич, от наших радиоуслушателей мы получили такой вопрос. Читаю. Впереди выборы. Я обратила внимание, что во время выборов в сентябре 2020 года было много молодых кандидатов. Раньше кандидаты были солидные в возрасте, уважаемые люди, много сделавшие в своей профессии. А сейчас им что, мёдом намазано? Чем объяснить, что так много молодёжи идёт в политику? Ну, во-первых, молодые, конечно, идут в политику, потому что старые из политики уходят. Нельзя же вечно политикой заниматься, то есть кто-то уходит, кто-то приходит, появляются в политике молодые люди. Наверное, это неплохо. Вы, наверное, имеете в виду, что очень мало людей было в списках с опытом с каким-то? Ну, совершенно верно, действительно было мало людей с опытом. Когда коммунисты, например, выдвигали свой список, они честно сказали, что у нас звёзд каких-то особенных нет, и людей, у которых есть какой-то опыт. Ну, просто нет, у нас их не хватает. Но на самом деле процесс появления молодёжи в политике естественный. Давайте вспомним историю страны, и Владимир Ильич Ленин главой государства стал 47 лет. Ну, вот ваш земляк, Владимир Ильич Ленин стал 47 лет. Все остальные были существенно моложе. Вообще сплошной молодняк был. Ну, это была революция, понятно, революция всегда делала молодое. Люди приходили во власть достаточно молодыми людьми. Русские государя иногда приходилось брать вот это вот на себя тяжесть шапки Мономаха, ну, в достаточно юном возрасте. Бывает всякое. Главное, чтобы вы правы, абсолютно у человека был опыт. Если у человека есть опыт какой-то к моменту прихода к политической деятельности, то не так важно, сколько ему лет, если просто опыт есть какой-то, есть какие-то достижения. Причём грядущие выборы, те, которые будут идти, предстоящие выборы, это выборы в Государственную Думу. Вот те выборы, которые происходили в сентябре в Ульяновске, это были выборы муниципальные. В Ульяновске, в Димитровграде муниципальные. То есть, это выборы были, по сути, не политические. Это были выборы представителей в городской парламент, который должен решать житейские проблемы. Бытовые, коммунальные. Где-то дорогу, чтобы починили, где-то, чтобы там, условно, городские площадки появились и так далее, и так далее. Ну, бюджет города как-то ещё пообсуждать. По большому счёту, это такое сообщество. То, что туда приходят молодые люди, наверное, это и нормально, потому что люди, которые приходят на уровень муниципального собрания, это первый опыт работы в публичной сфере, первый опыт политический, первый опыт реальных, серьёзных дел, дел малых. Но очень нужных. Конечно, нужных дел, но малых. То есть, которые не несут за собой серьёзных таких глобальных политических последствий. Понятное дело, что люди, которые пойдут в Государственную Думу, это уже будут люди более весомые. И это будет уже, скажем так, схватка людей более серьёзных, более опытных и более подготовленных. Поэтому не волнуйтесь. Взрослые, серьёзные люди тоже пойдут на выборы, но это будут выборы в парламент страны. И, я думаю, кандидаты будут достаточно интересные, судя по тому, какая подковёрная борьба уже разворачивается по поводу того, кто там собирается на выборы пойти, в том числе и в Ульяновской области, то, наверное, это всё будет достаточно интересно и любопытно. Новые партии появятся, там тоже какие-то новые люди будут. Но человек, который в состоянии собрать вокруг себя сторонников, ресурсы, простите за пошлость, деньги на избирательную кампанию. На уровне избирательного округа полмиллиона человек, а такой обычный округ в Государственную Думу, ну, это уже серьёзный, конечно, человек, уже умеющий вокруг себя консолидировать какое-то количество сторонников, ресурсов, людей, денег и денег. Следующие выборы будут, конечно, посерьёзнее с точки зрения кандидатов, я так думаю. Это интересно. Вот какой вопрос, Эрнест Юрьевич, нам прислала наша радиослушательница. В Конституции России после внесения изменения с интересом прочитала статью номер 67 о религии. Там написано про Бога. Честно признаюсь, сильно удивилась. Для нас, людей старшего поколения, это нонсенс, чтобы о Боге писали в документе государственной важности. Уместно ли это? Пусть Бог будет у каждого в душе, но разве об этом корректно писать в Конституции? Формулировка там приблизительно такая. Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веры в Бога. Ну, вот так вот, да? А что, веру в Бога нам не передали наши предки? Есть люди, которые верят в Бога, их очень много. Причём все в своего. Мусульмане в своего, иудеи в своего, христиане в своего. Так что тут, в общем-то, всё нормально. Тут нет утверждения о том, что государство должно быть религиозное. А государство с религиозным многообразием, светское государство. Но тут важно вот что подчеркнуть. Понимаете, какая штука? Если мы возьмём, например, Брежневскую Конституцию и возьмём весь комплекс образования исторического советских времён, то вообще есть ощущение, что был какой-то вот мир абсолютно отсталый, дикий, безумный до советский. И вот советский был. Вот это вот и есть настоящая история. А это, наверное, не так. Потому что была действительно тысячелетняя история России до 1917 года, которая просто отличается созданием культуры высочайшего уровня. Как художественной культуры, литературы, изобразительного искусства, музыки. То есть, на самом деле, огромная история, которую как-то нам надо вернуть к себе, вот к нам. Потому что это история нашей страны, не какой-то посторонней, не имеющей к нам отношения. Это наша страна и это наша история. Мы её вообще плохо знаем. Мы в неё вообще не интегрированы. И наша задача, одна из наших задач – построить эту историю. То есть, вернуть её к себе, реконструировать, присоединить её к себе. Вот эту память предков, вот эти традиции. В том числе и религиозные традиции людей, которые жили на территории Российской Федерации. Поэтому я считаю, что это здоровое упоминание. Тем более, что, в общем-то, упоминание о Боге существует на самом деле не только в российской конституции, но и в конституциях разных стран. В Германии, в Соединённых Штатах, в Канаде, в Греции. Есть упоминание о Боге в конституционных актах? Есть. Это достаточно обычное дело, потому что представление о Боге является одним из элементов культуры. В том числе, конечно, христианской культуры. Это такой достаточно устойчивый, крупный элемент культуры. Это православная вера. Ну, а, соответственно, если говорить об уидеях, у них своя вера, а мусульман – своя. Есть гипотеза, что человек религиозен от рождения. У каждого человека потребность в вере, неважно во что, существует. Просто потребность. Она так организован в наш мозг. Он существует так, чтобы к чему-то всегда возникает потребность в вере. В доверии же у вас есть потребность. Всегда же есть, правда? И в вере есть потребность. Соответственно, всегда вопрос возникает в том, во что человек верит, что для него является Богом. Поэтому упоминание об этих традициях в юридическом документе, который является главным законом страны, мне кажется, очень уместно, потому что мы живем с вами в этом каждый день. Если самое главное, что есть в нашей жизни, то, что нас объединяет, то почему это не должно быть упомянуто в Конституции? Вы слушали политического консультанта Эрнеста Старателева. Мы подвели итоги прошедшей недели. У микрофона Наталья Козина я продолжаю вечернюю передачу. На этой неделе мы отметили 78 лет образования Ульяновской области. Годом ранее, когда мы отмечали 75-ю годовщину Великой Победы, Ульяновск получил статус «Город трудовой доблести». Январь, 1943 год, идет Великая Отечественная война. Ульяновск живет и трудится, не покладая рук. Работают десятки эвакуированных предприятий, на которых вырабатываются продукции для фронта. Об этом мы беседуем с Андреем Пашкиным, директором Государственного архива новейшей истории Ульяновской области. Звание «Города трудовой доблести» присваивалось тем городам и тем территориям, которые действительно совершили трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны. А сама процедура награждения требовала обязательной исторической справки и подтверждения фактов трудового подвига. Как в архивных документах, так и уже в тех наградах, которые предприятия региона заслужили еще в военное время. Ну, так и определенную категорию документов личного происхождения тружеников в тыло. Вот это все предстояло, что называется, собрать вместе, скомплектовать и проанализировать. Мы с коллегами из команды архива новейшей истории, абсолютно со всеми нашими музейными учреждениями, с Ульяновским городским архивом провели работу не только по сбору документов, но и по анализу того, какой действительно вклад и город Ульяновской, уже созданный 78 лет назад Ульяновской область, внесли в победу. Да, мы знаем фронтовой подвиг наших земляков, более 250 тысяч их ушли на фронт, но трудовой подвиг ульяновцев – это, скажем так, огромное поле для исследовательской деятельности. Мы начали анализировать того, какое место занимала Ульяновская территория Ульяновской области в экономике Советского Союза на тот момент. В денежном эквиваленте на 1940 год город Ульяновской территория Ульяновской области в валовом продукте составляла где-то 0,3%. А в 1945 году, и вообще, если брать весь объем, выработанный за годы Великой Отечественной войны в соотношении к Советскому Союзу, это все превратилось в 5,3%. Вроде как, с одной стороны, и немного, но с другой стороны, надо смотреть ту продукцию, которую мы выпускали. Естественно, что в рублевых ценах стоимость одной единицы того же танка Т-34 и КВ, она была колоссальна. Но, тем не менее, ни одно вооружение, например, не могло работать без боезапаса. Ни одно вооружение не могло работать без приборов, которые производились здесь, у нас на территории Ульяновской области. А ни один боец не мог воевать без обмундирования, которое у нас здесь изготавливалось. И самое главное, ни один боец не мог воевать без тех продуктов питания, которые тоже производила Ульяновская область. И вот даже по одному этому показателю мы можем с вами понять, какие были темпы экономического роста нашего региона. И в целом, что действительно он сыграл в определенной мере решающую роль в приближении Победы. А чем сегодня мы можем по праву гордиться? Мы по праву привыкли гордиться ульяновским патронам завода. Да, когда мы изучали документы, сейчас можем смело говорить, что в общей массе как минимум 80% боезапаса к крупнокалиберному стрелковому оружию и в частности к противотанковым оружиям было изготовлено у нас здесь, на территории нашей Ульяновской области. Ульяновский патронный завод – это была серьезная научно-исследовательская организация. И говоря о патронном заводе, 1942 год – это тот момент, когда награды выручались очень редко, а ульяновский завод был награжден. И, конечно, это автомобильный завод, о котором в годы войны мы вроде бы все знаем, но нет, оказывается, не все. Автомобильный завод – это в целом уникальная история эвакуации крупнейшего промышленного предприятия. Уникальна она тем, что вопрос о перемещении стал прорабатываться только в августе месяце. Уже шли бои. И вот, собственно говоря, в Ульяновск был выбран группой руководящих работников завода имени Сталина как место для эвакуации. А прибывший автозавод первой продукции своей выпустил 20-миллиметровые снаряды. Более 6 миллионов штук. Это были боеприпасы для авиационной промышленности. То есть, ими снабжалась действующая авиация. И как раз вот за эту первую продукцию на ульяновском филиале завода имени Сталина и были награждены первые сотрудники. Официально цех, который производил боеприпас, назывался инструментальным. Но, тем не менее, все прекрасно знали, что там производится и как. Ну а дальше ульяновский автозавод, опять же, повторюсь, был силен своим конструкторским бюро. Именно здесь в годы войны разработали ЗИС-253. Это уникальный грузовик. И при том, что называется, мы прекрасно, как историки, мы представляем, в каких условиях велась разработка этой машины. И одного года было достаточно, чтобы начать выпускать легендарный ЗИС-253? Года было достаточно для разработки и производства этого автомобиля. То есть, лет в абсолютно кратчайшие сроки. И кроме того, до момента разделения автозавода на автомобильный и моторный, и специализация моторного завода – это малолитражные двигатели, которые применялись для генерации электроэнергии. Это, следовательно, полевые госпитали, штабы. То есть, по сути дела, весь фронт, опять же, снабжался ульяновской продукцией. Крупными мазками вот это вот так, как было. И, кроме того, ведь годы Великой Отечественной войны, они известны как такой значительный вклад молодежи в победу. Вот говоря о том, что у нас и 20-й год был год молодежи, и в 21-м году мы основу год молодежи продолжаем. Была такая знаменитая бригада Таисия Уварова. О ней знают все. Но в целом уже к 1942 году только на одном патронном заводе у Ладарского было 100 таких бригад. А ведь этот опыт распространялся по всей промышленности региона. Наш завод номер 650 ежегодно становился лауреатом соревнования. Притом не регионального, а всесоюзного. И в том числе вот в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Ульяновская область – это уникальнейший опыт быстрейшего становления промышленной базы. В 1940 году здесь, ну что называется, планировалось только строительство ряда предприятий. Но вот так вот получилось, что в очень короткое время промышленная база города значительно разрослась. И разрослась она за счет, опять же, горожан. Да, в город было эвакуировано значительное количество населения. И уже к ноябрю 1940-го. Там прирост был почти в половину. Со 100 до 140 тысяч. Это официально зарегистрированных, которые прибыли по учету и были отмечены в учетных документах. Но тем не менее, именно персонал промышленных предприятий в основном пополняли ульяновские работники. Была тогда очень распространена практика мобилизации сельского населения на работу в промышленности. Поскольку это мобилизация, то есть это обязательно. И зачастую ведь была такая практика, что могли человек перекинуть не в предприятие его области или ближайших регионов, а за несколько тысяч километров перевезти. Собственно, военная ситуация того требовала. Но вот именно в Ульяновской области была отработана такая система. И в том числе за счет первых лиц нашего региона, которые старались жителей близлежащих районов группировать как раз вот вокруг Ульяновска. Кроме того, есть те моменты, которые остались в определенной степени, что называется, неизвестными и сокрытыми тайной. Мы все говорим о том, что каждая четвертая шинель, зачастую даже каждая третья шинель была сшита здесь, на территории Ульяновской области. Да, это так. Но кроме того, Ульяновская область – это центр суконного производства, исторический. И в соотношении к, опять же, выработке военного серошинельного сукна по Советскому Союзу, не менее 25%, одна четвертая всего была произведена на территории Ульяновской области. Третий, опять же, факт, который позволяет нам вытащить из глубины времен – это производство парашютов. 98 тысяч парашютов и еще 130 тысяч единиц оснастки к ним. То есть парашюты – это все, это все десантные операции, это все снабжение партизан, это в том числе даже и освещение при фронтовой полосы. Все это, опять же, сводилось к нашей Ульяновской области. Ну и, наконец, о том, в каком состоянии было сельское хозяйство. Да, действительно упали урожаи. Ситуация была критической, поэтому в 1944 году и вышло постановление Центрального комитета партии о выделении необходимой помощи Ульяновской области в развитии сельского хозяйства. Но ведь здесь надо учитывать, что уже в 1941 году объем мужского труда в сельском хозяйстве снизился на 80%. То есть, в общем-то, это женщины и дети. С учетом того, что механизация труда снизилась, ну, что называется, почти до нуля, тем не менее, все равно область выполняла необходимые поставки продовольствия. И вот это вот все, скажем так, даже вот эти вот несколько крупных фактов, которые я сейчас перечислил, они и дают возможность нам говорить о том, что Ульяновск это город трудовой доблести. Пожелания от истории ко всем ульяновцам? В первую очередь я хочу пожелать очень хорошо любить и понимать историю, потому что в нас течет кровь наших предков. И все, что они делали, они делали в первую очередь для будущих поколений. А история нашего симбирско-Ульяновского края – это уникальный пример не просто сосуществования, а взаимопонимания и взаимоуважения сотен народов и национальностей. Наш регион – это мини-макет России в целом, в котором в мире и согласии проживает огромное количество народов. Мы единственная такая страна. И вот это чувство взаимного плеча, это чувство взаимного доверия и взаимной помощи я очень желаю сохранять, культивировать, растить, чтобы наша история, уже наша будущая история пребывала и прирастала уникальными и интересными моментами, чтобы будущим поколениям было чем гордиться. Вы слушали Андрея Пашкина, директора Государственного архива «Новейшие истории Ульяновской области». Это интервью было подготовлено в день рождения Ульяновской области, 78-ю годовщину которой мы отметили на этой неделе. С вами была Наталья Козина. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова